всем привет дорогие друзья сегодня на обзор взял камеру камеру panasonic h270 приобрел саму камеру я уже там распаковал посмотрел в комплекте у нее там идет зарядное устройство такой вот формат у нас и и и зарядочка у нас тут на 5 вольт если не ошибаюсь до 5 вольт 1.8 афера в комплекте еще идет usb кабель там еще есть hdmi и все дополнительная сухара которую я покупал к этой камере я еще взял короче spn вот такой вот это у нас для того чтобы протирать линзу вот такая вот штучка у нас тут на конце у нас такие ворсинки есть она получается как такая ворсинистая штучка и тут какая-то жижа а вот еще вот эта физичка еще вытаскивается такая понимаешь ты у нас тут от пыли протирать всякой ерунды короче если лапами там замасывает вот и можно протирать пишу что хватает на 500 протираний я думаю может меньше а может и больше не знаю не проверял конечно же еще потому что впервые покупаю камеру вот такой вот у нас есть пэн я думаю он гораздо лучше чем 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 а сейчас и попробуем кстати как у нас протирает камера уже открыта это дело проверим так вот возьмем протиралом так ну скользит неплохо скользит нормально протирать будет хорошо да и вообще не знаю кто туда пальцами лады чтобы заматывать это все дело потому что как бы она здесь утоплена линза это вот так просто не достать поэтому надо просто туда тыкать пальцем чтобы заматывать ее вот такая вот у нас камера панасони тут у нас разъем для зарядки это у нас шторку поднимать 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 пропускать один чувак делал абсорб на эту видеокамеру и там как то он блин так неудобно держал короче камеру надо уже тихо я так показать не могу то есть я могу сравнить то что он делал как обезьяна держит ложку знаете как она не мушки человека держать нормально то есть она коряво берет и он как то брал жаловался короче на то что здесь шторку хреново открывать то есть неудобно типа не знаю как по мне здесь все удобно просто залез какой вот сюда в таком положении раз открыл закрыл открыл закрыл вот так вот ну тут вверх получается у нас закрыл вниз открыл вполне удобно все легко открывается вообще знаете ход очень такой чувствуешь как шторка ходит но при этом легко плавно то есть она как бы сама туда сюда передвигается в принципе отлично потом тут у нас флешечка вот micro sd я решил не брать для этой камеры потому что micro sd для съемки на нормальные камеры не подходит я считаю вот надо брать нормальные флешки вот взял я значит сандиск ультра вот на 30 мегабайт секунду 10 класса тут у нас скорость у нее 200 здесь не написано там коробочка есть короче 200 скорость достаточно аккумулятор у нас здесь соответственно на 1900 по моему здесь нашим режим записи режим записи а шторку надо вот так вот вот дисплей у нас здесь поворачивается на 180 градусов и вниз и вперед сюда вот там еще жаловались что типа ну когда руку поднимаешь там высоко типа держи снимать какой-то аппарат или еще что-нибудь типа неудобно смотреть идиоты что ли или прям вниз повернул и все такое ощущение может я фиг его знает вырезаться слишком резко может люди просто не знают что так опускаться по этому голове такое вот тут у нас гибридный оптический стабилизатор тут еще у нас на оптике цифровая стабилизация потом есть вай фай программку там можно устанавливать и транслировать видео на телефон тут у нас 10 мегапикселей имеется есть у нас коммуникация 90 крат зум там еще больше можно зум делать но он уже будет цифровой на 150 и на 300 вот это уже слишком но это уже перебор я считаю в цифровом зуме оптический куда не шло там потому что он как бы без потери качества а вот цифровой да не очень на 300 крат это уже че еще так еще дипрагрессив какой-то тут у нас так это у нас увеличить так это кнопочка съемка фото так камера лежит в руке нормально вот этот ремешок регулируется можно под свою руку настроить вот так вот у нас одевается в принципе сидит нормально довольно плотно так скажем хорошо удобно камера довольно легкая скорбку опустили тут тоже кнопочка у нас удобная под палец как раз под большой снимать здесь все коммуникации есть то есть можно клацать делать фото увеличивать отдалять так вот так вот у нас ну конечно это у нас не микроскоп поэтому с близкого расстояния как бы так ну еще раз могу сейчас не получается ну в общем макро я тут включил и оно вроде как работает видно а кстати здесь еще сенсорный экран есть вот тоже там кричали что он типа неудобный там что-то этот самый я не знаю какие здесь пальцы нужно уменьшивать где сразу несколькими пальцами не трикают чтобы не попадать на все эти вещи то есть нормальный работает сенсорный экран отзывчивый навеканий никаких не было туговать немножко такой ну это же не смартфон вот то есть в принципе работает нормально я доволен так что касается видео видео я уже на нее снимал вот там по-моему даже фото делал а если я не делал то сделаю что вы посмотрели вот вот такая вот у нас камера пока буду юзать а там посмотрим может еще выложу видео и расскажу свои впечатления окончательные об этой камере ну в принципе за такую сцену за которую я взял камера отлично у нее здесь имеется так USB разъем HDMI кнопочка привыкла Wi-Fi я это что-то не знаю а это просматривает наверное на съемку ну и конечно фишка типа аккумуляторы так вот у нас под штатив тут у нас микрофончик находится собственно пока все пока все пока все пока все ух ты неплохо качественно макросъемки нормально посмотрим на видео плохо видно ну тут ничего точно на штору навожу в принципе очень даже ничего да да неплохо хорошо хочу еще может видео немножко поснимать вот на улице кстати снимал давно как на улице на балконе вот на штативе чтобы руки не тряснить мне хотелось посмотреть скажем качественное видео без тряски на то он далеко может сфокусироваться и увеличить в общем все посмотрите там видео вот такая вот у нас камера подожди в том вы хотите у не чтобы в этом вы видите что вы Продолжение следует... 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 Продолжение следует...